Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савадхе, в роще Джетты, в монастыре Анатхапиндики. И когда наступила глубокая ночь, некий Дева, обладающий поразительной красотой, освящая всю рощу Джетты, подошел к Благословенному. Подойдя, он поклонился Благословенному, встал рядом и сказал ему. Как вы, господин, пересекли наводнение? Не останавливаясь, друг, но и не напрягаясь, я пересек наводнение. Но каким образом, господин, не останавливаясь и не напрягаясь, вы пересекли наводнение? Когда я останавливался, друг, то я тонул. А когда я боролся, то меня сносило. Вот так, друг, не останавливаясь, но и не напрягаясь, я пересек наводнение. Дева. Я слышал, как однажды Благословенный прибывал рядом с Савадхи в роще Джетты в монастыре Анатхапиндики. Тогда большая толпа мульчуганов собралась на дороге между Савадхи и рощей Джетты, где они ловили рыбу. Рано утром, благословенный накинув одежды, взяв чашу и верхнее одеяние, отправился в Савадхи за подаяниями. По дороге он увидел большую толпу мульчуганов между Савадхи и рощей Джетты, которые ловили рыбу. Увидев их, он подошел к ним и, подойдя, сказал, «Ребята, боитесь ли вы боли? Нравится ли вам боль?» Да, господин, мы боимся боли, и нам не нравится боль. Затем, осознав значение этого, благословенный произнес, Если вы боитесь боли, если вам не нравится боль, не делайте зла, прилюдно или втихую. Если же вы делаете или будете делать зло, то вы не избежите боли, она схватит вас, даже если вы побежите от нее прочь. В Савадхи Благословенный сказал, «С безначальных времен происходит перерождение, начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Как вы думаете, монахи, чего больше? Слез, что вы пролили за время перерождений и странствий в сансаре в течение этого долгого, долгого времени, стяная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, или воды в четырех великих океанах? Как мы понимаем Дхамму, изложенную нам благословенным, вот чего больше слез, которых мы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах? Великолепно, монахи! Превосходно! Хорошо, что вы так понимаете Дхамму, изложенную мною. Вот чего больше! Слез, которых вы пролили, перерождаясь и блуждая по сансаре в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, а не воды в четырех океанах? Долгое время, вновь и вновь, вы переживали смерть матери, слез, что вы пролили по смерти матери, перерождаясь и блуждая по сансаре в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Долгое время, вновь и вновь, переживая смерть отца, смерть брата, смерть сестры, смерть сына, смерть дочери, потерю близких, потерю богатства, потери, связанные с болезнями, слез, что вы пролили от потерь, связанных с болезнями, перерождаясь и блуждая по сансаре в течение долгого, долгого времени, стяная и рыдая от соединения с тем, что неприятно, от разлуки с тем, что приятно, больше, чем воды в четырех океанах. Почему так? С безначальных времен происходит перерождение. Начальный момент не виден, хотя существа, скованные невежеством и плененные желанием, перерождаются и продолжают блуждать в сансаре. Долгого испытывали муки, испытывали боль, испытывали потерю, наполняя кладбище, слишком долго для того, чтобы разочароваться во всех сконструированных вещах, достаточно долго для того, чтобы стать беспристрастными, достаточно долго, чтобы освободиться.